Высокий столб в северной части города – одно из любимых мест полевчан, где они отдыхают как зимой, так и летом. Но, к сожалению, далеко не все научились прибирать за собой. В результате красивую природу омрачают горы мусора, которые остаются после несознательных горожан. Каждый год здесь наводят порядок работники трубопрокатного цеха номер один – Северского трубного завода, вместе с учащимися подшефной школой номер 13. Субботники здесь проходят, начиная с 2010 года. С одной стороны, это хорошая традиция, но с другой – огорчает то, что каждый год здесь большое количество мусора. По лесу много мусора, то есть люди идут, мусор незаметно бросают, сами для себя не замечают это. То есть не куда-то в мусорку или с собой взять мусор в пакетах, а оставляют его просто здесь. Ребята из 13-й школы большие молодцы, отлынивать от субботника не стали. Вместе с трубопрокатчиками за пару часов насобирали столько бытового мусора, что увезти его можно только на КамАЗе. Каждый год отсюда вывозят полный кузов, но если этого не делать, то лес превратится в помойку. У нас ежегодно проводят здесь трус лед, ежегодно у нас, получается, старшие классы ходят на субботники. И каждый раз у нас здесь, получается, куча мусора, который сами себя не убирают, как ни странно. Такой субботник для школьников – это еще и воспитание. Ребята собирают мусор, и большинство понимают, что засорять природу очень плохо. Если каждый будет выбрасывать хотя бы по маленькой бумажке, получится огромная свалка. После того, когда они приберутся, все равно часть из них перестанет мусорить. Часть, конечно, еще продолжит, потому что у кого-то воспитания не хватает, кто-то не мусорил, он и не будет мусорить. Ну, многие перевоспитаются, многие уже… Даже видно на трус леде, что они лишний раз уже мусор в пакет несут, они выбрасывают под деревья, в траву. Уже завтра здесь пройдет трус лед с участием учеников 13-й школы, организуют который работники трубопрокатного цеха. Будет стрельба по мишеням, перетягивание каната, переправа по веревкам. А в этом году ребят еще и научат определять лесные грибы. А благодаря субботнику трус лед пройдет в чистоте. Участники надеются, что эту чистоту полевчане будут соблюдать. Игорь Соколов, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.